Да, такой вопрос. На самом деле очень жаркие дискуссии. Я даже с некоторыми своими родственниками поругалась по этому поводу, потому что это смешно. Это как раз тот случай, когда это произведение искусства. И если бы Фёдору Михайловичу Достоевскому запрещали писать свои произведения, потому что там показана Россия, одни проститутки, и вообще убивают бабушек, что такое. Я думаю, что никто бы, значит, этого прекрасного обязателя уже всё, были бы сожжены все рукописи, и никто бы не читал. Поэтому, что касается Андрея Звягинцева, я вот так скажу, руки прочь. Просто потому что это действительно произведение искусства, эта притча, это не имеет никакого отношения к действительности реальности. Хотя многие мне могут возразить, что так и сяк. Но я вот считаю, что это фильм про веру и про веру в Бога. И как раз этот фильм, как это ни странно, там есть, говорит, вот эта чернуха там всё такое. Но мне кажется, там как раз есть вот этот вот поп, который, батюшка, который говорит про хлеб, и про, и там прямая цитата, и свиньям, которые даёт этот хлеб. То есть он есть, но вы просто внимательно смотрите фильм, да, умеете читать фильмы, смотреть хорошие картины. Как раз по поводу именно фильма «Левиафан». Это не имеет никакого отношения к пропаганде России как плохой и ужасной страны. Это фильм-притча про веру в Бога. И очень хороший фильм.